Так, значит, что-то записал сначала. Звука не было слышно. Так, в общем, у меня два ответа. Сейчас вам покажу два ответа. Административный городской суд и Министерство юстиции Республики Узбекистана. Вот ответы. Касаемо правовое просвещение граждан. Значит, ответ Минюста от 22 февраля 2023 года. Гражданину город, район, электронная почта. Министерство юстиции рассмотрев ваше обращение касательно несогласия с судебной системой Республики Узбекистан и действиями судебных органов в соответствии с положением Министерства юстиции, утвержденным по основаниям президента республики от 13 апреля 2018 года ПП 3666 давать правовую оценку действиям Верховного суда и разъяснения по нормам отраженных в решениях пленового суда, не входят в компетенцию министерства. Вместе с тем, в порядке информации сообщается, что в соответствии со статьей 1 закона о судах, судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо от законодательной и исполнительной власти политических партий или общественных объединений. Судебная власть в суде Узбекистан осуществляется только судами, никакие иные органы и лица не вправе присваивать полномочия судебной власти. В соответствии со статьей 17 закона стороны, предусмотренных в законном случаях, и другие лица имеют право на обжалование судебного акта в установленном законном порядке. Так, итог таков. Завершается ответ Министерства юстиции. Значит, указывают, что Верховный суд Республики Узбекистан рассматривает на пленум и Верховном суда актуальные вопросы судебной практики и дает разъяснение, то есть есть еще пленум и у Верховного суда, где там собираются судьи, общаются, ну, может быть, там и гражданское общество будет приглашено на обсуждение этих законов, я не знаю, хотелось бы больше знать. Значит, актуальные вопросы судебной практики дают разъяснение по применению законодательства, а также осуществляет контроль за выполнением судами и разъяснением пленума Верховного суда Республики Узбекистан. То есть дает понять, что... То есть дает понять, что Верховный суд осуществляет все правовое просвещение. Далее. Ответ городского административного суда. От 13 марта 2023 года. На ваше обращение адресовано телефон доверия от 10 марта 2023 года. За номером сообщает, согласно статье 4 о судах, основным задачами суда является защита гарантированной Конституции и другими законами, международными договорами Республики Узбекистан. А у нас Республика Узбекистан заключила много международных договоров между государствами. Далее. И правах человека, прав и свободы граждан, государственных и общественных интересов. Деятельность суда направлена на обеспечение Верховенства закона, социальной справедливости, гражданского мира и согласия. Опять же, вот пишут такой же ПП, что и Минюст. ПП-3666 от 13 апреля 2018 года. Распространение правовой информации и обеспечение доступа к ней является основной задачей Министерства юстиции Республики Узбекистан. То есть, городской суд дает ответ, что этой задачей, распространение правовой информации, должно заниматься Министерство юстиции Республики Узбекистан. А Министерство юстиции говорит, что это подведомство, эти дела правопросвещения подведомственным судам, суду. А суды говорят, что это Минюст. Спрашивается, где найти ответы, как отстаивать свои права человека, свободы, интересы, если одна структура ссылается на другую, а другая структура ссылается на первую. И кто из них ответственен за правовое просвещение населения в отстаивании их интересов и свобод? Вот мне это непонятно. Может, кто-то мне разъяснит, кто ответственен за правовое просвещение в отстаивании интересов, свобод, гарантированных Конституцией в стране нашей проживания.